Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. Привет вам из будущего, как говорится, просто прежде чем начать своё видео о нашем путешествии в Москву. Я хочу сердечно поблагодарить свою подписчицу Елену Геннадьевну М за то, что она прислала мне донатик. Вот. Так что огромное вам, Елена, спасибо. Насколько я помню, вы мне уже не первый раз присылаете донатик, вы мне периодически подкидываете. Елена мне скинула донатик за то, что я сняла обзор её любимого холодца. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну, а вы наслаждайтесь моим роликом. Вот. Приятного вам всем просмотра. Вот. Так что как-то так. Всем привет! Вы снова на канале Аида Москва. Сегодня у нас 12 мая. Наконец-то наступил тот день, когда я уже еду в Москву. Еду я со своим Сашкой. Вот. Очень многие спрашивали, сколько нам ехать. Нам ехать почти 29 часов. Где-то примерно 2100 километров ехать отсюда до Москвы. Встали мы примерно в 2.40. Легли в 12. Да, многие скажут, что нужно было лечь пораньше. Там в 10 или в 11. Но для нас это очень рано. Мы не привыкли во столько спать. Поэтому мы легли где-то часов в 12. И через 2 часа где-то мы уже, короче, встали. Мы уже собрали все чемоданы. Мы уже собрали портфель с едой и с прочими прибамбахами. В общем, короче, мы все потихонечку собираем. Ой, спать хочу, как не знаю кто. Ну, скорее всего, сейчас нас посадят в поезд. Мы тут же, наверное, завалимся, потому что очень хочется спать. Ну, а что еще в поезде делать, как не спать? Мы уже позавтракали. Мы покушали... Я покушала бутерброд. Сделала себе два бутерброда вчера. Съела только один с колбаской и сыром. Вот. Сашка поел, как всегда, гречку с кофе. А вот нога у меня уже более или менее не болит. Я помазала несколько дней Найсгилем, и боли уже нет. Единственное, что Найсгиль, он немножко подсушивает кожу. И у меня была такая проблема, что кожа на ноге стала шелушиться. Как говорится, одно лечим, другое калечим. Ребят, я не знаю, что я буду вам сегодня показывать. Сегодня, завтра, скорее всего, этот влог будет состоять из нескольких дней. Скорее всего, это видео вы увидите только в понедельник. То есть, это будет наша поездка. И как мы приедем в Москву, скорее всего. Вот. Поэтому как-то так. Потому что ноутбук у меня в чемодане. И у меня не будет возможности смонтировать для вас видеоролик. Вот. Ну, есть, конечно, люди, которые везде, даже в поезде, таскают с собой ноутбук. Но это не мой вариант. Ой, сейчас я вообще удивляюсь, как я видео записываю. Потому что у меня мозги вообще не работают. Я, конечно же, вам постараюсь побольше поснимать. Но вы сами понимаете, мы не одни будем в поезде. С нами еще будут люди ехать. И им вряд ли понравится, что я буду постоянно снимать. Так что пока, если будет возможность, где-то что-то я вам обязательно засниму. Так что давайте пожелайте мне доброй дороги. Чтоб все было хорошо. Дай бог нам доехать. Без приключений. Чтоб все было прекрасно. Так что всех вас люблю. Плюс я их крепко обнимаю. Ну, и, конечно же, оставайтесь со мной на моем канале. Дальше будет все самое интересное. Ну, ладно, короче, уже сели в плейст. Едем мы уже где-то примерно три часа. Мы успели немножко поспать. Вот, немножко потремусь-ка ли. Вот. В этот раз у нас что-то какой-то вагон. Совсем простецкий. Какой-то прям древний-древний. Вот, мало того, что тут не кормят, не дают никакие супа иди, никакие там гигиенические наборы. Сам вагон какой-то совсем древний. Вот. Сейчас я вам покажу, как выглядит наш вагон. Пока стоим, решили вам сделать обзор нашего купе. Вот так вот выглядит дверь. Старая жилетная дверь. Вот так выглядит вторая полка наверху. Так выглядит, Санька. Поздоровайся с подписчиками. Всем привет. Вот это наш столик, где мы кушаем. Смотрите, тут все такое древнее. Даже нету вот этих вот откидных полок, куда одежду ешь. Но это не фирменный вагон. Да, это не фирменный вагон. Его пристегивают дополнительно. Тут уже туалет деревянный такой, здоровый. Давай, Саньок, расскажи что-нибудь подписчикам. Да, особо-то нечего сказать. Сколько мы уже едем? Ну, проехали уже порядка семи часов почти. Так что ехать еще где-то 21 час. Так что вот. Пермь сейчас, Пермь я остановлюсь. Да, пока стоим, надо будет какие-нибудь делишки поделать. Потискаться. Нет, осуждаю, осуждаю. Скажи, осуждаю. О, там кто-то идет. Сюда, наверное. И чубики. А, именно к нам. Из всего поезда именно к нам. Ну, может, только тут освободились места. Пока что, пока что мы будем ехать вдвоем. А сейчас никто не сядет, будем вдвоем ехать. Блондиночка на второй этап залезет. И влюбиться в Санька. Нет, это не общий. Ладно, давайте, оставайтесь с нами. Да? Да. Смотрите дальше наше путешествие. Заредай, зари с тобой я. Моя нежность видна свыше. Я тебя от беду броню. И на веке стану ближе. Пусть любви несет корабль. Нашу песню с годом в год. Ты мне дай, что горадость. Я тебе дарю восход. Я тебя встретил, сразу распустились. Цветы моего сердца, что я долго прятал. Моя родная, как так получилось? Что еще раньше? Твоих глаз не знал я. Ты моя муза, ты моя награда. Ты моё счастье, мои вдохновения. Просто будь со мною рядом. А я буду твоей тенью. Заредай, зари с тобой я. Моя нежность видна свыше. Я тебя от беду броню. И на веке стану ближе. Пусть любви несет корабль. Нашу песню с годом в год. Ты мне даришь только радость. Я тебе дарю восходы. Хочу обнимать тебя тень от дня. Хочу целовать нежно руки твои. Ты моя гордость, ты моя семья. Буду с тобой от зари до зари. Зари до зари с тобой я. Мою нежность видна свыше. Я тебя от беду крою. И на веке стану ближе. Пусть любви несет корабль. Нашу песню с годом в год. Ты мне даришь только радость. Я тебе дарю восходы. Заредай, зари с тобой я. Моя нежность видна свыше. Я тебя от беду крою. И на веке стану ближе. Пусть любви несет корабль. Нашу песню с годом в год. Ты мне даришь только радость. Я тебе дарю восходы. Время уже 21.05. Мы уже перешли на московское время. По нашему времени было бы уже 23.05. Мы уже в городе Киров. Будем тут стоять целых 25 минут. Многие люди пошли гулять на улицу. Дышать свежим воздухом. Но мы с Сашкой боимся выходить. Потому что вдруг мы где-то что-то замешкаемся. Поезд уедет без нас. Поэтому на больших остановках мы из поезда не выходим. А просто сидим либо в интернете торчим. Либо какие-то дела делаем. Которые тяжело делать. Во время того, когда поезд двигается. Ну, а так, по сути, мы спим, спим, спим. Не знаю даже, как ночью будем спать. Подушки тут ужасные. Они тонкие. И поэтому приходится под подушку, под что-то еще под это, ну, подкладывать. Я вам немножечко там подсняла природу, как мы едем. Вид из окна. Поэтому, если что, в это видео вмонтируйте кусочки. Добавлю музычки красивые. Чтобы вы немножко почувствовали вот этого вот вайпоезда, скажем так. Так, как сейчас модно говорить. Атмосферу поезда, антураж. Вот. Сколько нам еще ехать? Еще порядка 13 с половиной часов. Нам ехать еще 13 с половиной часов. А мы в Москве будем в половину одиннадцатого или десяток. В половину одиннадцатого. Вот. Прибытие будет уже по московскому времени. Приедем мы на Ярославский вокзал. Вот. Нас встретит моя мама и папа Рома. Так что... А мы продолжаем ехать. Продолжаем валякаться. Честно, уже от бесконечного лежания уже тело все немело. Вот. Так что уже надоело валякаться. Вот. Так что, вот такие вот дела. А вы оставайтесь с нами. Впереди еще масса интересного. Мы уже приехали домой. Мы уже дома в Москве. Доехали благополучно. И мне купили вот такую вот клубничку. Вот. Купил папа Рома. Решил меня побаловать. Сейчас будем с вами пробовать эту клубничку. Давайте попробуем с вами клубничку. Мама мне тут чуть-чуть помыла. Вкусненько. Мама моя самая любимая ягода. В общем, короче. Сюда мы ехали. Сначала мы ехали. Там был один мужик. Но он вышел в Перми. И потом села семейная пара. Муж с женой. Вместе. Вот. Мы проехали до Москвы с этой парой. Вот. Ну, они очень хорошие, замечательные люди. Очень вежливые. Веселые. Такие добрые, хорошие люди. Ехали мы с комфортом. Вот. Единственное, конечно, вагон был очень старый. Вот. Неудобный. Все-таки, наверное, в следующий раз мы поедем либо в купе для инвалидов, либо купим фирменный вагон. Так что вот как-то так. Смотрите, ребята, кто у нас тут. Лизка. Лизка, передай привет подписчикам, Лиз. Скажи привет подписчики. Если Ирина меня смотрит... Ирина, смотри, как она похожа на твою эту кошечку, да? Забыла, как кошечку зовут. Какое-то женское имя. Забыла. Вон, смотри, Ирина, как на твою кошечку похоже. Прям копия. Лиза, Лиза меня боится. Да, Лиз? Ладно, покидываю. Ну все, ребят, я буду заканчивать этот влог. Мы пойдем кушать, отдыхать, приходить в себя. Надеюсь, в Москве вас ждет интересный, крутой контент. Потому что мы планируем везде гулять, везде ходить. Не забывайте о том, что на моем канале есть донатики. Вот, я буду рада любой копеечке от вас. Так что всех люблю, всех целую, всех обнимаю. С вами была Аида Москва. Всем огромнейший привет из Москвы.